МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пресс-конференция нового главы регионального управления МВД. Интеллектуальная викторина для молодежи. Полицейские отметили лучшие детские работы. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Дом детского творчества активно участвует в социальных проектах госкорпорации «Русатом» и неоднократно был победителем. О том, в каком сейчас творческом конкурсе участвуют школьники, мы расскажем в нашем первом сюжете. 9 ноября экспертная комиссия подводила итоги заочного этапа экологической квест-игры в поисках энергии будущего. Согласно условиям, участники представили на конкурс компьютерные интерактивные игры. Они должны выполнять одновременно несколько функций, давать знания об экологии, воспитывать бережное отношение к окружающей среде, при этом быть интересными. На конкурс свои работы представили 7 команд. Первая и вторая школы выставили по одной команде, четвертая – две, дом детского творчества – одну. Также приняли участие команды из 7-й Рослальской школы и из школы деревни Хорошова. Все представленные работы соответствовали требованиям, были очень оригинальными и интересными. Кроме того, игры, которые разработали школьники, будут иметь дальнейшее развитие, а проект в целом несет большое образовательное значение. Такие конкурсы позволяют, во-первых, выявлять самые лучшие образовательные практики, самые лучшие образовательные проекты, как детей, так и учителей. Это и своего рода повышение квалификации учителей тоже, потому что сама форма, которую предлагает конкурс «Дом детского творчества», квест «Игра» – это достаточно новый, тоже образовательный вид и образовательная форма. Поэтому в этом плане тоже мы учимся и узнаем, что такое квест. И квест – это новая форма для детей. И, как мы видим, она имеет свой успех. В итоге эксперты пришли к решению, что в заключительном этапе примут участие команды 2-й и 4-й школы, Дома детского творчества, а также гости из деревни Хорошова. Работу и эффективность многофункциональных центров обсудили на совещании в администрации области для получения различных услуг в МФЦ или электронном виде. Руководством региона созданы все необходимые условия. Но смоляне не торопятся ими воспользоваться. В прошлом году на это решились 26% от общего числа жителей Смоленщины. В то же время указом президента установлен плановый показатель востребованности электронных услуг. Для нашей области в этом году он составляет чуть более 400 тысяч человек, 50% от всех жителей. Губернатор поручил максимально помочь населению оформить все необходимые документы для получения услуг в электронном виде. Необходимость введения социальной нормы потребления электрической энергии была определена постановлением правительства Российской Федерации. Расчеты с ее применением должны были начаться еще с июля. С этого времени часть электроэнергии, соответствующая социальной норме, оплачивалась бы по одному тарифу, а оставшаяся от вычета нормы величина – по другому, значительно большему. Так, например, если оплата потребления 250 кВт-часов электроэнергии сейчас составляет 872 рубля, то при введении соцнормы она бы выросла почти до 1000 рублей. Таким образом, затраты для каждого потребителя в течение года могли увеличиться в среднем на 1500 рублей. Решением губернатора в целях поддержки населения введение норматива было отложено на максимально возможный срок, а потом были введены изменения в федеральное законодательство, позволяющие субъектам самостоятельно принимать решения по этому вопросу. Начальник управления МВД России по Смоленской области Василий Салютин провел первую пресс-конференцию. Новый глава регионального управления МВД прибыл в Смоленск из Дагестана совсем недавно и поделился с журналистами своими впечатлениями о городе и о работе управления. Разные виды дистанционного мошенничества и распространения фальшивых денег, которые печатаются в Москве и других субъектах России, эти криминальные проблемы актуальны для Смоленской области, подчеркнул Василий Салютин. Кроме того, в первом полугодии уровень преступности вырос. Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 12%. Все рабочие моменты. Думаю, что все будет отрегулировано в ближайшее время и работать не хуже, чем при прошлом руководителе. Имеющиеся вакантные должности в управлении будут заняты, но кадровых революций не будет. Будут усилены и ужесточены меры борьбы с коррупцией. Центр крови призывает смолян стать донорами. Безопасные компоненты донорской крови всегда необходимы в большом количестве. Особенно в период продолжительных новогодних праздников, когда происходит много происшествий. Переработка и обследование крови требует времени, поэтому стать донором нужно уже в ноябре. Сдать кровь может любой желающий, только необходимо пройти специальное медицинское обследование. Слово «террор», которое сегодня знают все, существует во многих странах мира и обозначает страх и ужас. В наше время как противостоять терроризму, как сохранить жизни при захвате заложников и как действовать в экстремальной ситуации, обучают в любом образовательном учреждении. Свои знания на эту тематику проверила молодежь Десногорска. В викторине «Терроризм», «Экстремизм» в молодежной среде принимали участие четыре команды. В основном это активная десногорская молодежь, воспитанники военно-патриотического клуба «Ангел», редакция «Поколение», студенческого актива «Оса», поисковых отрядов «За Родину» и «Высота». Игра состояла из четырех раундов, в которые вошли вопросы по истории террора, происшествиям терроризма и охране жизнедеятельности. За правильные ответы команде начислялись баллы. Знания ребят оценивала жюри, в состав которого вошли представители полиции, специалисты комиссии по правам детей и директор молодежного центра. По итогам победу в викторине «Терроризм» экстремизм в молодежной среде одержала сборная команда редакции «Поколение» и молодежного актива «Оса». Все команды за участие получили почетные грамоты и сладкие призы. В рамках мероприятий, проходящих в год пожарной охраны, сотрудники главного управления МЧС продолжают проводить открытые уроки в общеобразовательных учреждениях. В школе номер 4 города Десногорска инспектор Екатерина Гращенко провела занятия по пожарной безопасности с учащимися 3-х и 4-х классов на тему «Пожар в доме». На уроке ребята узнали, как правильно использовать первичные средства пожаротушения и получили теоретические знания о том, как действовать при их отсутствии. Десногорская госветслужба сообщает, что вывоз собак за пределы области, края республики разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой о вакцинации собаки против бешенства. К ввозу на территорию Российской Федерации не допускаются непривитые против бешенства плотоядные животные, не достигшие возраста первичной вакцинации. В Десногорских школах канун Дня работников внутренних дел проходят конкурсы рисунков и сочинений. Авторы лучших работ получают благодарности и награды. Идея провести этот конкурс принадлежит Общественному совету при Десногорском отделе полиции. Проводится он в школах города уже второй год. Конкурс мы сразу определили среди учащихся начальной школы, среди данного возраста детей. Мы в положении определили, что можно сделать творческие работы любого формата. На конкурс школьники представили более 100 работ, среди которых были и 4 сочинения. Я на конкурсе полиции написал сочинение. Мне очень нравятся люди, которые работают в полиции. Я на конкурс полиции нарисовала рисунок, где полицейский следит за дорожным движением. Лучшие работы были отобраны и стали украшением отдела на праздник. Несколько таких работающих в Москву, и их показывали, кстати, в прошлом году на праздники для ветеранов у нас в ОВД в музее. До сих пор эти работы хранятся там. Всех победителей и участников конкурса наградили почетными грамотами и памятными подарками. И еще одна интересная информация. В ночь с 14 на 15 ноября 2016 года жители Земли увидят суперлуния. Луна, которую можно будет наблюдать на небе, станет самой большой за последние 68 лет. В следующий раз такой шанс ожидает землян только в 2034 году. В Смоленск приехал чемпион мира по тайскому боксу Жан Мишель Мбок по прозвищу Камерунский Охотник. В рамках подготовки к предстоящему файт-шоу, которое пройдет в областном центре, боец осмотрел место проведения турнира и провел мастер-класс для смоленских любителей единоборств. Свои умения боец на практике покажет на турнире «Эра чемпионов-8», который пройдет в Смоленске 3 декабря. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.fistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok